ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Для этого создадим файл log.php, в котором опишем класс C, B24.log. Думаю, нет никакой нужды описывать его реализацию в подробностях, поскольку вам наверняка приходилось писать что-то подобное много раз. Подчеркну лишь один нюанс. Особенность данной реализации состоит в том, чтобы лог за отдельные календарные дни писался в отдельные файлы. Именно этим занимается код, который формирует значение переменной str.log.file. Каждый новый день — новый лог. Да, на сервере потребуется также вызывать по расписанию скрипт, который будет удалять лишние лог файлы. Теперь, собственно, о логировании вызовов к Bittrex24. Поскольку у нас все обращения к порталу идут через единый класс Bittrex24, а тот использует один метод executeRequest для выполнения всех запросов, то нам достаточно будет прописать вывод от ладочной информации непосредственно внутри этого метода. Добавим C, B24.log.add, который выведет URL запроса, передаваемые параметры, непосредственный ответ от Bittrex24 и так далее. Ниже добавим вывод в лог сообщения об ошибке, а еще ниже для удобства — вывод в лог данных, полученных после декодирования JSON. Вот и все, что нам нужно сделать. Загрузите новую версию приложения на сервер, запустите наше приложение и посмотрите, что пришло к нам в лог. Это же любопытно, не так ли? Пора подвести итоги четвертого урока. Мы сделали приложение второго типа, воспользовались его преимуществами и перевели хранение части данных в свою базу. Подготовили библиотеку классов для использования методов REST API на PHP. И перевели основную часть запросов Bittrex24 на эти классы. Наше приложение уже стало серверным. И в следующем уроке мы научим его взаимодействию с Bittrex24 без участия пользователя. Жду вас. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok